приветствую вас мои дорогие друзья и самый шумный примерчатый в мире примерчатый венекло но если у меня смотрится то вы знаете что я здесь вечно как на стройке здесь что-то грохочет кровыхает и гремит поэтому я буду пытаться переждать эти самые шумные моменты но уж не обессудьте не всегда получается значит вы видели я бродила там по залу там есть некоторые новые вещи которые получила получили никого есть остатки распродажи выбор маленький смотреть не на что но я старалась изо всех сил и принесла примерчатый парочку платьев юбку нашла кардиган такой бабушки или дедушкин скорее по-моему мужского отдела я не уверена и пачку свитаров я там еще одно платье есть это место который я взяла так ну по инерции потому что нас и люблю платье так себе но решила померить а вдруг вдруг и на мне будет выглядеть лучше чем она выглядит на вешалке быстро 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 показываю себя мои любимые бордовые сапоги которые из-за которые я запаскала до дыр за три года нет я таскала до дыр в первый год когда их купила остальные два года они стоят в шкафчике потому что последние два года вы знаете мы никуда особенно не ходим и я их надеваю там раз в неделю раз в две то это хорошо поэтому затаскать до дыр последние два года что-то практически невозможно ну и вот у меня такая юбка и кардиган такой толстый пояс цепочка под пояс в общем все как всегда пальто мое черное знаете пуховик но на самом деле у нас уже зима поэтому пуховики у нас теперь будут качестве верхней одежды мне всегда будет пуховик один или другой или третий так давайте примерять первым я вот такая вот юбка это моё тоже кстати не клонова не в этот раз юбка очень классная она в магазине последняя очень интересный фасон это какая-то коллаборация я покажу этикетку сейчас я ее попримеряю с разными свитерами просто я вам хотела показать сначала вот без ничего пока так сказать я не надену сверху свитер она видна очень хорошей длины приятного качества три пуговички так красиво как-то она отрезана вырезана в общем юбка не простая такая с идеей с фантазией с фасоном она была еще цвета такого бордово-оранжевым но остался только 4 размера это 6 чуть чуть он не маловат принципе очень даже ничего не даже если она распродаже потому что нет потому что не знаю просто осталось несколько штук в магазине поэтому поэтому не думаю что они на распродаже но она такая она не черная темно-серого цвета очень хороший фасон хорошая длина симпатичная юбка надо посмотреть сколько она стоит хороший такой объемный очень свитер красивого цвета такого серого-голубого размер медиа видите он довольно такой массивный я бы сказала очень оверсайз что в принципе неплохо и он так довольно видите не болтается таким знаете совершенно вот каким-то мешком в принципе имеет какую-то такую форму некоторым образом даже хороший свитер вот такой вот не немножко горло невысокое я думаю что к любым брюкам к любой юбке он очень даже будет хорош потому что у него очень хороший фасон хороший фасон и хороший хороший хорошая длина и хороший размер принципе я могла бы даже взять смол наверное на себя но может и не надо смол может вот так вот как раз вот такое вот вот такое вот то что надо вот такой вот я честно говоря сначала хотел взять ларч потому что я что-то последнее время после праздников вот но все-таки вот посмотрела ларч очень большой поэтому и звоните и он оправдал как мы ожидали свитер не из очень новой коллекции но он еще пока не на распродаже по моему насколько я понимаю значит стоит он 40 долларов и состав него входит 60 процентов акрин 30 на его 8 шерсть и 8 правильно до 8 шерсть и 2 процента спан такс не совсем совсем мало 6 но он приятно очень хорошо хорошо так знаете вот чувствуется как будто бы в нем шерсти намного больше а ну да это размер медиа у меня примеряла на мою удивление в нем нету никакого никакого не мохера не нила и ничего такого пушистого потому что он немножко такой пушистый очень мягкие девочки за что и для них вот даже синтетические свитера у них такие мягенькие приятные хороши так симпатичный цвет приятный этот свитер из новой коллекции я вам его снимала в зале когда родила там значит они есть белый вот такой синий полоска синие с белой полоской и такой зеленый травяной зеленый не ярко зеленый такой знаете лист салатовый это размер large я почувствовала что он такой что мне надо взять размер побольше потому что он довольно такой узенький небольшой вот этот вот прям такой оверсальдный это прям такой знаете вот не оверсальдный свитер вполне вот ларч то что надо мне в принципе видите он небольшой не объемный нигде мне не болтается очень даже как раз он рад за что нужно и с этой юбкой тушкой очень неплохо ты полоски сейчас опять в моде полоски девочки здесь сейчас полоски во всех магазинах эти вот матроски такой рисунок как будто в матроска только цвета а не здесь из всех магазинах так шлейки никло и и вовсе массмаркет если она массмаркет и откуда это все придумали то есть они местами придумали а наверное откуда то взяли. Поэтому, в общем-то, вот эти полоски, они как бы сейчас заполонили абсолютно все магазины. Вот белый с синим мне так нравится больше, чем с белым. Ну, как-то свеженький такой к весне. Он полукатоновый, этот свитер. По-моему, я сниму этикетку, но я помню в зале, когда я снимала, у него было 50 или 40 процентов. Сейчас посмотрим. Так-так-так. Стоит он 39,90 40 долларов. Как все подорожало все-таки, Винникова. Когда-то за 40 долларов можно было купить шерстяной свитер, а сейчас, видите, 58 катон и 42 плестер. Ну, я помню, что он был полукатоновый. Чуть-чуть больше, чем половина. Да, значит, размер Larch. И он небольшой, совсем небольшой, а вот такой вот немножечко такой узенький, я бы сказала. Ну, симпатичный свитерок. Это новая коллекция, еще раз повторюсь. И 40 долларов. Вот цена. Дороговато, конечно, для такого свитера. Ну, что делать? Везде-то мы поднялись, ждет с этим жить. Дедушкин кардиган. Скучный дедушкин кардиган. Но есть в нем что-то такое. Почему я решила, что он мужской, я не знаю. Потому что он довольно маленький. Это размер видео. Если бы он был у меня мужской, он был бы побольше. А так он меня так довольно хорошо обтянул, в принципе. То есть, он тоже, кстати, был один в магазине. Я больше не нашла это. Но он такой, знаете, классический кардиган. Бабушкин. Давайте будем называть его бабушкин, потому что вряд ли он дедушкин. Совершенно такой обычный. Обычная такая кофта на пуговицах с карманами. Такая, знаете, библиотекарская. Но есть в этом что-то такое, знаете, классическое такое учёки. Моймор такой. Моймор учёки. Но сейчас-то как бы даже и в моде, типа, я думаю, так вот, знаете, вот такой минимализм. Вот он самое, что ни на есть, минимализм в действии. По цвету, и по фасону, и по качеству, и по всему. Давайте его способом поменим. Может, лучше бы это поменим. Давайте попробуем. Мне кажется, как-то получше, поживее. Правда же? И тут цепочка моя как раз в тело. Ну, как-то так поженственнее. Не знаю. Я люблю всё, чтобы было поженственнее, поэтому я всё ношу с поясами. Вот что ещё надо. Расстегнуть парочку пуговиц внизу, чтобы он так не облегал меня. А то он очень неправильно меня облегает. Сейчас обнорку неудобно. Вот. Так намного лучше. С поясом, с расстегнутым пуговицем внизу. Прямо так. как очень женственно и симпатично. По-моему, намного лучше, как вы считаете, девочки. Мне кажется, что да. Даже можно так смириться с его минимализмом и скучностью. Свитер этот размер medium. Крадиган, вернее, стоит он 50 долларов и это 6. Видите, premium lamps и вот так я не поняла, мужской или женский. Ну, это и не важно. Я думаю, что, конечно, женский, потому что он маленький. Был бы мужской, он бы не в medium, был бы побольше. Сделан он хорошо. Видите, у него вот эта вот планка сделана вот с такой вот оторочкой, что, в общем-то, очень редко бывает в дешевых брендах. Карманчики, все так очень-очень аккуратненько сделано, хорошо сделано, мягенький, шерстяной, в общем, хороший такой. Рабельный, качественный, очень-очень приятный, минималистичный кардиган. Очень понравилась мне эта юбка. У нее, видите, вот так сделаны три пуговички сверху. Она стоит сейчас 40 долларов, а видите, все-таки она на селе, она стоила 50. Это 6 размер, сделана она из 8% Лайсел, 10 район и 2 найлон и подкладка из 100% полиэстера. И это коллаборация вот с этим вот Хана Тажима, я, честно говоря, не знаю, как это правильно читать, но это известная коллаборация, у них они часто с ней делают коллаборацию с этим брендом. У меня есть даже парочка вещей от этого бренда, ну, от этой коллаборации. Они очень хорошие, такие довольно, тоже минимализм, но такой, ну, такой, знаете, такой немножко с фантазией минимализм. Вот такая вот юбка, немножко на ней видите, остатки каких-то санкаров, но в принципе это можно легко очистить. Это новая коллекция, это платье, и мне оно нравится. К нему вот есть пояс, но я сначала примерила так, без пояса, потом надену, посмотрю как с пояса, мне кажется, что без пояса оно тоже выглядит совсем неплохо. у него есть карманы, ну, ты представляешь, размер смол, то есть они довольно большие и стоят они так, 50 долларов, как бы, многовато, конечно, для не кло, для такого вот просто обычного платья, но мне нравится его концепция, мне нравится его крой, вот знаете, вот такой вот трапеции, прям такой, трапеция 70-х, точно как было модно когда-то, и вот с сапогами, с высокими, знаете, единственное, что я бы хотела, чтобы оно было немножко подлиннее, но может быть, если бы я взяла больше размера, оно было бы чуть-чуть подлиннее, но я не думаю, что намного, вы понимаете, что вот как будто оно вот чуть-чуть прикрывает колено, чуть-чуть, а если я подвяжу его под пояс, то оно будет и выше колено, ну, сейчас посмотрим, сейчас я завяжу пояс, мы посмотрим. с поясом он тоже выглядит неплохо, но длина вот мне не нравится, не очень, верно, не нравится, хотя мне кажется, что если вот именно вот как зимняя вещь, хотя, наверное, это уже весенняя коллекция, я не знаю, вот именно как с сапогами, вот с высокими, хорошо было бы, если бы сапоги много закрывало бы полностью высоту сапога, но это чисто мое такое вот ощущение, может быть, и так тоже ничего, но в общем, неплохое платье симпатичное, они еще предлагают поносить как верхнюю такую накидку, там есть на картинке, где она висит там, она расстегнута, надета, на девушке на ней что-то надет, по-моему джинсы, или брюки какие-то, сверху вот такая вот расстегнута вот это платье, как верхняя накидка, но вы знаете, что мне кажется, что он немножко кратковатый для верхнего плащика такого, главная по длине, но она как-то лучше выглядела именно как верхняя одежда, так оно как-то немножко, а новость платья, оно как-то немножко выглядит, Потому что, если честно, попыталась надеть его с этой юбкой, именно как верхнюю одежду, но нет, оно очень короткое для того, чтобы изображать из себя верхнюю одежду. А так, платье симпатичное, джинсовое такое, ну, эти обычные, ничего особенного, оно неплохое, ему за 50 долларов. Как-то я не вдохновилась, честно. Значит, это тоже летняя коллекция, ну, то есть я не знаю, весенняя, наверное, еще рано для летней коллекции. Ну, новая коллекция, уже не зимняя стоит, вот там, как я сказала, 50 долларов, я применяла размер смол, то есть оно прям такой, знаете, большой, большой. И 100% хлопок. Ну, да, потому что это, в принципе, такая вот тоненькая джинса, не очень плотная, а такая довольно тонкая. Это тоже новая коллекция, тоже, наверное, весенняя, очень миленькая платьица, их там разных-разных расцветок, есть вот такие сиреневые, есть черные, есть такие бежевые, по-моему, какие-то я снимала там в зале. Значит, в нем пределом вот пришит вот такой вот пояс, который можно завязывать спереди, видите, он вот так вот вшит в швы, и его можно завязать спереди, а можно завязать сзади. Сзади, кстати, у него резинка встроенная, что хорошо, и карманы, что тоже очень хорошо. Оно полностью на пуговице, к сверху, донизу. Опять же, на картинке, на модели оно изображено в расстегнутом виде на какой-то сверху одежде, как такая верхняя накидка, но я не думаю, что это хорошая идея, опять же. Потому что это типично совершенно такое вот платье, причем такое довольно миленькое чайное платье в цветочек, которое совершенно как верхняя одежда, по-моему, не в это место, не в другое. Совсем. А как платье очень даже мило, симпатичное. Решла его помирить с этим свитером, они прям здорово подходят по цвету, правда? Вот если вниз надеть это платье, а сверху надеть этот свитер, они очень хорошо сочетаются, правда же? Мне понравилось, красиво. Очень красивое сочетание. Ну, про это платье, правда, такое литнее, свитер теплый, ну, так носят. Даже я вот сегодня пришла, у меня юбка такая тонкая, шифоновая фактически, а и сверху теплый кардиган. То есть, в принципе, когда не очень-очень холодно, то или вы не ходите много пешком и не стоите на остановке и не ждете автобуса, то вполне можно надеть вот такое вот платье со свитером. Я еще, знаете, хочу померить вот с этим кардиганом это платье. Мне кажется, хорошо, с этим кардиганом кофта, такая кофта, прям бабушкина кофта, с ней вообще все хорошо, потому что она серая, в ней нету никаких изысков, ничего, так сказать, изысков, изысков. Ничего не накручено, не наверчено, поэтому она, собственно, с любым вот платьем, с любой расцветкой будет выглядеть вполне себе так неплохо. И такой стиль, знаете, деревенская платьица с деревенской кофтой, резиновые сапоги, посылку на голову, вот в самый раз. Потому что сейчас модно, сейчас это модно. Ну и я ж буду не я, если не пересобачусь, я беру свой пояс. Ну вот если вы любите пояса, то хорошо, а если не любите, то не надо. Но я люблю пояса, мне кажется, они ко всему. Платье стоит 50 долларов, примеряла я размер медиум, это тоже новая коллекция, и сделала оно из 100% района. Ну, хорошо, да. Шелковистый такой приятный, видите, тут этот поясок сделан, такой немножко, знаете, здесь присобрано от талии сзади у него. Сзади у него вот здесь вот резинка, и внизу валан. Ну, неплохой, платьица неплохой, учитывая, что у него здесь много расцветок его. Единственное, что 50 долларов, конечно, когда-то они у них тоже стоили по 40, сейчас они стали все по 50. Вот, да, вот так вот. Очень большое платье от Инесс. Это я сейчас его подпоясала, я потом распоясываюсь и покажу вам, какой оно ширины неповерной, при том, что это только размер медиум. Ничего такого. Значит, оно на пуговицах сверху, донизу. Вот, кстати, вот это вот можно было бы использовать как верхнюю одежду, потому что оно такое темненькое, длинненькое, широкенькое, как раз то, что надо. Если его расстегнуть, то его можно сверху надеть на что-то и будет даже похоже на какой-то плащ. Вы знаете, несмотря на его первоначальную такой вот мрачность и очень какой-то такой, не особенно такой, знаете, приятную расцветку, ну, в принципе, как зимняя, как осенняя расцветка, это окей, это нормально. И в нем, знаете, есть такие приятные детали, в нем, конечно же, есть карманы. Сейчас найду, сейчас, сейчас, вот, нашла. В нем очень приятный такой поясок с пластиковой такой пряжечкой застегивающейся. И оно такое, знаете, ну, я бы сказала, даже элегантное немножко. В принципе, эта расцветка не такая жена и ужасная. Оно довольно-таки темное, оно мрачное, но, в принципе, вот что-то в ней есть, мне кажется, знаете, такое благородство какое-то. Хотя, вот такое, знаете, чайное платье, еще раз повторюсь, чайное платье в цветочек. Но мне нравится его длина, мне даже нравится его ширина, несмотря на то, что оно гигантское. Я сейчас расстегну поясок, вот, видите, но когда под поясом, это выглядит очень симпатично, мне кажется. И здесь такой рукав реглан низкий, спущенный, ну, что-то в нем есть такое. Ну, стоит оно 60 долларов. Ну, в первую неделю не внесли, наверное. Слушайте, как бы, не знаю, с продажной не очень никакой. Нету, опять же, оно висело одно, это Лешенька. И, не знаю, стоит ли оно 60 баксов, я думаю, что нет. Смотрите, какой оно ширины. В него можно двух меня. Две меня можно в яхт поместить. И это медиум, представляете? Не знаю, зачем они такие огромные. Ну, как бы, есть, это, как бы, такая идея такого большого широкого платья, но все-таки как-то оно too much. Мне кажется, too much широкое. Так, 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 значит, стоит оно 60 долларов. Видите, Несси на платье, размер медиум. Давайте посмотрим состав его, 100% район. Окей. Ну, вот, такой вот. Видите, рукав, не, береглан, обычный рукав, не, что-то ему, что-то реглан. Ну, и такой тоже деревенская расцветочка. Не знаю, ничего такого нету за 60 долларов. Конечно, немножко бордость с этой стороны. Дорогие девочки, сейчас немножко вам пожалуюсь. Самые неприятные, противные продавцы работают в магазине «Никло» в торговом центре «Скваган» в городе Миссисага, в провинции Онтарио, страна Канада. Они, в основном, ребята молодые, студенты, и занимаются они, в основном, тем, что они стоят у входа в примерочную, по 3-4 человека, болтают, разговаривают, при этом очень шумно, очень громко, гогочут, ржут, кричат, обсуждают какие-то свои там вчерашние подвиги. Вы, наверное, часто слышите у меня фон, он какой-то такой гомон стоит, так вот это вот они. И всегда очень так недовольны, высокомерно, когда я несу много одежды, они всегда смотрят. Вот, опять пришла, сейчас все перемиряет, потом за ней снова вешает, все, в общем, короче, так вот. Неприятно, ну ладно. Ребята молодые, дело молодое. Повзрослеют, помнеют, я надеюсь. Все, девочки, на этом все, пожаловалась вам, теперь буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось. Так, дождалась. Все, теперь будем прощаться. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы поставите мне лайк за мои старания. И подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую, с вами была ваша Дита. Приветствую канал, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...